Сожженный до дла автомобиль на этом пути в Северодонецк результат недавнего прямого артиллерийского удара. Потому не останавливаясь на максимальной скорости, чуть ли не пролетаем по опасному маршруту, лишь бы остаться в живых. Добравшись окольными путями до нужной точки в городе, слышим вокруг стрелковый бой. Но все равно подключаемся к нашему сопровождению бойцам российского Ахмата, который, как никто, сейчас ориентируется в кварталах Северодонецка. Мы уже в Северодонецке, один из районов, в социальных безопасностях сказать не можем. Сейчас доедем до одной точки, слышите, прилеты. И соответственно, нужно будет пройти. Перемещаться в багажнике, в котором ручка только с внешней стороны так себе затея. В случае обстрела машина просто превратится в клетку, из которой не будет возможности выбраться. Но других вариантов у нас просто нет. Приходится рисковать. Северодонецк сейчас эпицентр боев на Донбассе. И важно постараться показать происходящее в городе. Не будет преувеличением сказать, что сегодня эти территории одни из самых горячих на Донбассе. Отсюда до Северодонецка и Лисичанска порядка 10 километров. Но чтобы попасть туда, в города, где сейчас идут тяжелейшие бои, нужно ехать не по прямой дороге, а идти в объезд через рубежные. Такие прилеты на углу дома. От балкона, конечно, ничего не осталось. Увидеть реальную боевую работу в нескольких сотнях метров от стен азота, ставшего крепостью для ВСУ и иностранного легиона, уникальная возможность. После командиров и штурмовиков, пожалуй, самый важный человек в этом противостоянии, так называемый блашник, управляющий дроном. Глаза артиллерии, работающий в поддержку пехоте. Он с точностью до метра знает точки безопасного полета. Дрон могут и заглушить рэбы, спецы по радиоэлектронной борьбе и даже угнать. У хорошего блашника в памяти и рельеф может сравнить ситуацию сегодня и вчера. Есть там у нас, образовалась группа неприятелей. Вот в этой блашнике, она горит, они сейчас работают танком. Разрыв юг 30. Эта машина вчера не стояла. Стояла, стояла. Стояла? Стояла. Движение нет ноля, вон мы завалили вчера. Военные признаются, это все только поначалу напоминает какую-то компьютерную игру, хоть и по самому жесткому сценарию. Но то, что все это далеко не игрушки, понимаешь, за секунды. На кону судьбы и жизни людей. После команды «Воздух» верный признак того, что можно через секунды ждать арт налетов. Уходим в укрытие. До промки метров три. Ну, мы находимся в начале промки сейчас. По факту прилегающий квартал, который... Да, это есть начало промки. Соответственно, уверенно. Если бы не было уверенно, мы бы вообще тут не находились. А так у нас нет задачи торопиться куда-то. Мы потихоньку, потихоньку, кто хочет, предлагаем сдаваться. Кто сдается, как бы ведем с ними гуманно себя. А кто не сдается, уничтожаем. Двигаемся потихонечку, зачищаем промышленную зону. Умение хорошо бегать – лучший навык на линии боев. Иногда нас тоже спасает дрон. Туда, где засели снайперы, можно слетать умной птицей. Потерять ее будет больно, но это точно не больнее пули. Это проспект Химиков. Рядом первая школа. Поворот на улицу танкистов. Из этого угла мы смогли пока дойти только сюда. Можно снять хоть что-то. Если честно, дежавю. В мониторе может еще не Сталинград, но Мариуполь номер два точно. Живого места в центре просто нет. Да и живых среди людей тоже. Мирные единицы тех, кто остается в городе, под обстрелами вынуждены бежать в новые укрытия. Нам 17-го числа подарили вот эти подарки. 17-го числа и 18-го. С самолета долбанули. Как дела у вас? Нормально. Не буду спрашивать. Нормально. Нормально, хорошо. Хорошо. Эти мальчики пришли к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы посылаете? Понятно, что не очень. Да, ну. Сколько вы здесь уже находитесь? С 2-го июня. До этого мы бы жили там, а у нас там семья загорела, дом загорел, мы перешли сюда. Ага. А вообще здесь этот подвал до этого, конечно, не использовался, да? Ну, до этого тут подвал был для... Хранение просто, да? Да, да. Ну, это так. Понятно. Но в целом... Ну, сейчас лето, поэтому не должно быть сильно холодно. Влажность только, да, если влажная? Ну, да, пока влажная. Да, у нас квартира еще пока целая, но там страшно. Опять этаж угловая. Дома, каждое утро я выхожу и смотрю на утром. Целое или не целое? Да, да, ну просто шутка. Я смотрю, блин. Вернувшись из убежищ к укрепу, просим военных из Ахмата своими руками провести по безопасным точкам дрон CGTN. Пару минут, высота 400, и мы над проходной комбината. Вдали тробы и весь горизонт в дымных столбах. Где-то здесь, под землей, укрытие, а внутри около тысячи мирных граждан. Потому чеченскому спецназу и луганскому ополчению приходится работать ювелирно. У меня брат вот на Азоте с семьей. Не надо как-то мне дождаться, хотя, может, они выбрались оттуда. А тут уже будем где-то размещаться, где-то как-то. Но выезжать я не собираюсь, да вообще не собираюсь. А они сами туда ушли на Азот? Ну, они ж ушли еще было не так там. Вот уж и плохо, что они на Азот. Спасили, чтобы они не шли туда, они шли, потому что там вот там было питание, как-то их чуть-чуть поддерживали. А эти же за ними защищаются. У них трехразовое питание. Да не, в этом только. Один раз было, один раз было. И купаются, и спят. Было? Ну, это было, сейчас уже ничего будет. Я побоялась бросать свою квартиру. А получилось так же. А ты на них в около двух суток. Я просила, не ломайте мои двери. Не ломайте. Идите там на верхний этаж. Хорошо, женочка. Нам ваша квартира не потребна. Не знаю, мне совсем другая абсолютно. Ну, хорошо. Ну, так и что, жены меня... А не выпускают они оттуда? Патроны поставили. Ну, что-то взрывалось. Когда дом горел, там что-то взрывалось страшно. Как провели последние дни в городе, украинские силы наглядно видно в офисе СБУ Северодонецка. В своей штаб-квартире сотрудники службы Беспеки Украины. Судя по всему, решили камня на камне не оставить наступающей стороне. Устроили погром, собрав перед этим секретные документы и вывезя компьютеры. Получается, что заранее понимали, каким будет исход. При беглом осмотре не видим ничего ценного с точки зрения информации. Лишь стопки бесполезных грамот, дипломов и сборников законов. Плюс факты присутствия здесь военных во время боев. Почерк, в общем-то, знакомый. Тоже было и весной в том же Мариуполе или Волновахе. Для более детального осмотра помещений времени нет. По разбитым улицам нужно уходить обратно из города. То, что сегодня происходит в Северодонецке и Рубежном, действительно, в какой-то степени привычная механика. Так происходило и происходит много где на Донбассе. Над головой еще летают мины, вокруг работает огромное количество военных. Но мирные жители сами стараются приближать мир как могут. Командование чеченского спецназа даже содействует этому. Дают ресурсы людям, инвентарь, технику. И мотивирует наводить порядок на улицах родного города и даже в головах. Помощник главы Чечни по силовому блоку, командир спецназа Ахмат Абтиа Лаудинов, сейчас известен тем, что, несмотря на звание генерал-майора, часто и сам в одном строю со своими солдатами ходит в бой. Смотрите, чтобы люди, которые задают вопросы, а почему это не заканчивается в течение одного дня, недели, вот им я хочу ответить таким образом. Если бы мы шли бы такими же методами, какими идут войска НАТО, то это все давным-давно бы уже было закончено. Потому что у нас бы не было необходимости пытаться освобождать какие-то территории за счет непосредственно стрелковых боев, освобождать эти территории теми методами разведок, доразведок, как говорится, для того, чтобы не пострадали мирные люди. Если бы не было вот этой необходимости, на все это не нужно много времени. Как делает блок НАТО? В любое место, если войска их не продвигаются, если в их сторону делается элементарная, даже выпускается элементарная автоматная очередь, это все войско останавливается, и это место равняется землей. То есть туда выливается такое количество снарядов, что оттуда не то, что никто больше уже не выстрелит. То есть там уже навсегда больше даже трава не вырастет, получается, выжигается все. Мы не можем так идти. И у нас, получается, руки связаны тем, что мы пытаемся спасти как можно больше мирного населения. За счет чего и получается, что у нас и пленные приходят к нам целыми и невредимыми. Понимаете? То есть мы не выливаем на ту сторону такого количества металла, как это делается в блоке НАТО. Если мы говорим, насколько это еще долго может затянуться, я скажу, что на этой территории, которую мы видим, то есть Лисичанск, вот это вот прилегающие населенные пункты, я не думаю, что это может продлиться больше, чем примерно месяц. Почему-то у меня есть уверенность, что мы с этим вопросом завершим в скором времени. Мы на сегодняшний день не воюем с Украиной. Мы воюем с блоком НАТО. Да, они, как говорится, воюют с нами завуалированно, но факт заключается в чем? На сегодняшний день мы фиксируем на территории Украины огромное количество представителей блока НАТО, которые якобы ушли со службы и пришли сюда в качестве, значит, наемников в этих отрядах. А на самом деле это, ну, для нас с вами нет ничего нового, это была ихняя тактика, практика пожизненная, значит, как Америки и европейских стран, их бойцы всегда воевали вот так вот в государствах, которые нам противостояли, их инструктора готовили, значит, специалистов в государствах, которые нам противостоят, это было всегда. И сегодня мы воюем, получается, полностью с блоком НАТО. В долгом и сейчас очень нужном разговоре с CGTN генерал-майор Алаудинов объясняет сообщение о том, что якобы идет массовая сдача в плен солдат ВСУ. Единичные случаи не показатели. Массовой сдачи пока не происходит, хотя и открывают на Азоте коридоры для выхода с белыми флагами. Возможность для того, чтобы сдаться в плен, у них тоже бывает не всегда. Вот, скажем, один из случаев, тот же самый, как говорится, населенный пункт Боровской. Значит, мы там взяли в плен, получилось так, что, так, 3-4 человека мы там взяли в плен и провели через их радиостанцию, провели переговоры с бойцами, которые находились в окопах. 16 человек, из них уже они поднялись и пошли в нашу сторону, бросив оружие. Как только их хозяева, командиры, узнали, что они уже идут сдаваться в плен, они накрыли их всеми видами, как говорится, артиллерийского, минометного обстрела, которым только можно было накрыть, и большая часть из них, они погибли или раненые, но факт, что они не смогли до нас дойти. На данный момент у нас осталась территория, которую надо на промзоне освободить, и получается, с левой стороны у нас осталось 4 населенных пункта. И мы планомерно уже двигаемся, как говорится, к самой реке Северный Донецк, для того, чтобы с этой стороны полностью плотно обжать, получается, вот Лисичанск непосредственно. Спустя несколько часов после интервью с генералом из Чечни, Метелкино, расположенное на подступах к Северодонецку, и правда, перешло под контроль союзных сил. Получается, что ситуация на предприятии «Азот» тоже лишь вопрос ближайшего времени. Дмитрий Маслак, Кирилл Волков, Егор Кузнецов, Сергей Якунин, CGTN, Донбасс.